Всем привет! Саша сказал мне, что вы все переживаете, где я и куда пропал. Все в порядке, просто у меня теперь новая ответственная должность. Я смотрящий за золотым картоном. 57, 58, 59, 70, 51, 52. Ну, вы поняли, и так далее. Так что, если вы хотите, чтобы я чаще снимался в видео, пожалуйста, проголосуйте, ну, что там нужно. И мы, если что-нибудь придумаем. Ну, все, не отвлекаю. Привет, ребята! Я Саша Жучкин. И как многие из вас знают, в прошлом я работал стоматологом. И за время моей работы у меня накопилась небольшая баночка... ...с зубами. Моих пациентов всегда мучил вопрос, так ли вредны напитки для зубов. И поэтому сегодня я решил проверить, что будет, если положить зубы в разные жидкости на 7 дней. Это же для мочи. Ополаскатель для полустирта, Red Bull, Coca-Cola, растворитель, ну и, конечно, водочка, перелитая в баночку. Ах, стеклом пахнет. Представляете, принести случайно врачу вот такую банку вместе с зубом и получить в анализе то, что у тебя в крови или в моче. Карис или парадонтоз. Ну что, ребят, зубы в банках. Мы ждем 7 дней. И через 7 дней откупыриваем кубышки и смотрим, что произошло. Ну что, ребят, прошла ровно неделя с того момента, когда я выдрузил зубы в эти банки. За эту неделю я успел съездить в Краснодар, в Таганрог, в Ростов-на-Дону, сделать операцию на глаза. Поэтому, ребят, в очках вы меня больше не увидите. И, кстати, напишите, из какого города вы меня смотрите. Я переоделся в докторы и готов принимать своих пациентов. Но перед началом, конечно же, надо одеть перчатки. Все только в стерильных перчатках. Понимаете, мы же работаем с зубами. Ну что, я готов. Итак, первый пациент. Red Bull, как я вижу, да? О, так, нюхаем. Ну, пахнет просто Red Bull. Первое, что я вижу, зуб окрасился в цвет Red Bull. Он стал таким слегка желтоватым. На ощупь он, в принципе, здесь вот в середине не поменялся. Но на кончике можете видеть, что он начинает отслаиваться. И он вот здесь намного мягче, чем в середине. Я предполагаю, что если он полежит еще вот какую-то там неделю или две недели в Red Bull, он станет полностью мягким. Переходим далее к следующему претенденту. Это у нас, как я вижу, Coca-Cola. Вот это прямо интересно, что делает Coca-Cola с зубами. Мне самому безумно интересно. Coca-Cola не изменила практически цвет. Но, смотрите, что стало охренеть. Зуб просто, он реально стал коричневый. Просто вот, как будто это, знаете, мармеладка такая. Ни хрена себе. Офигеть, это так, Coca-Cola, прикиньте, как она влияет на зубы. Ну, понятно, что никто не держит Coca-Cola неделю во рту, но все равно. Если Red Bull окрасил только корень, то здесь мы видим, что Coca-Cola окрасила как корень, так и саму коронку. Весь зуб стал таким коричневым, как будто вот-вот он развалится. На ощупь он мягче не стал. Вы представляете, что будет, если оставить этот зуб в Coca-Cola хотя бы на месяц? Давайте так, с вас 5000 лайков, а я снимаю продолжение этого эксперимента. Следующий претендент, это у нас ополаскиватель для полости рта. Вот это да, посмотрите, вот это вообще, это просто охренеть. Он стал реально просто ядерно с синим. Цвет, кстати, самой жидкости ни капли не изменился, а вот цвет самого зуба поменялся кардинально. Сейчас я даже не знаю, что больше покрасила зуб Coca-Cola или этот ополаскиватель для полости рта. Так, ну-ка на ощупь, не, на ощупь ничего не изменилось, вообще ни капли. И, кстати, смотрите, я пытаюсь его протереть, он прям въелся туда, то есть никак не протирается зуб сам. Блин, это, ну это красиво даже, реально это красиво, но насколько ядерная химия используется в этом ополаскивателе. Охренеть. Это у нас растворитель, и кажется, он поработал здесь на отличненько, потому что зуб, как я вижу, полностью развалился вообще на куски. Фу, вонище, конечно, от растворителя, просто фу. Я не знаю, видно на камере или нет, но здесь вот в середине образовалась дырка, мне кажется, из которой и пошло вот это разрушение. Короче, вывод такой, не надо растворитель пить или хотя бы держать во рту. Ну что, последний наш пациент, это, как я помню, водка. Я думаю, что это самый безопасный раствор, который у нас сегодня был. Ну да, каких-то особых изменений здесь вообще нету. Ну, пахнет слегка водкой, цвет не изменился, каких-то разрушений особых нету. На ощупь зуб такой же твердый, ничего не окрашено. Водка безопасна для зубов, но не безопасна для вашей жизни, поэтому не пейте водку. Ну что, ребят, это был мой первый эксперимент такого рода, и я вас попрошу поддержать меня. Можете написать в комментариях, какие еще жидкости положить зубы. Ну а с вами был доктор-врач Александр Жучкин. Чистите зубы утром, днем и вечером. Ну или не чистите. И приходите ко мне на лечение. Все, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok